всем привет друзья вы на канале физрук палыч и сегодня я свой влог решила начать так закадровым голосом загадровой озвучкой это первый опыт такого плана видео надеюсь что он вам понравится и для начала я хотела бы озвучить что сегодня вы увидите в этом ролике в этом ролике будет сплошь домашний лайфстайл мы будем распаковывать покупки для кухни для дома для души ну и конечно же не обойдется без шуточек от палыча в общем наливайте чаек кофеек усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра и обязательно не забудьте поставить лайк и написать какой-нибудь желательно позитивный комментарий ну и начинаем на нашу распаковку с любимого моего соуса шри рача я уже много раз о нем говорила это очень хороший тайский соус кован как вы видите очень хорошо еще и в пленку помимо того что а пакет хорошо запакован поэтому не протечет даже в случае того если кончик не дай бог будет сломан я беру сразу большую упаковку потому что у нас палычем он хорошо уходит но предупреждаю а соус этот очень и очень острый здесь ну состав сами видите перец чили чеснок сахар соль уксус ну и консервант могу сказать сразу сахар вы не почувствуете а вот чили почувствуете на все 200 процентов но нам нравится вот конкретно вот это тайский как произведен в таиланде в таиланде могу я сказать он стоит в несколько раз дороже в супермаркетах даже насколько он натуральный я судить не могу потому что тайский я не пробовала мне просто было жалко денег но вот этот вот мне очень нравится а если он сильно острый палыч иногда мешает с майонезом там или со сметаной с чем-то таким менее острым и тогда вообще заходит на ура мясо пельменям я не знаю курицы да ко всему а я даже в супы добавляю в общем это не реклама конечно но можете взять себе на заметку где нибудь попробовать взять небольшую не обязательно 800 15 грамм бутылку а небольшую если вы любитель остренького тайского всего то вам наверняка зайдет еще купила вот такие вот пакеты слайдеры для упаковки здесь размер 18 на 20 сантиметров объем 1 литр планирую использовать для заморозки они очень плотные по крайней мере сейчас распакуем с вами и вместе посмотрим и как вы видите сами пакеты упакованы еще в один зип пакет да забыла сказать конкретно вот поэтому производители были очень хорошие отзывы производства здесь германия поэтому надеюсь что не подведут вот такой вот пакет а не могу сказать что он очень плотный я брала такие зип пакеты без слайдера застежки просто zip пакеты нашего производства и они мне казалось были даже плотнее поэтому особо рекомендовать не буду но для заморозки вполне себе подойдут у меня нет вакууматора в его вакуумизатора как это правильно называется я все время его хочу но тут вычитала что можно в принципе в любые пакеты zip застежкой или вот такой слайдер застежкой запаковать и выпустить воздух донечка пришла помогать мне распаковку делать и заморозить хоть и овощи хоть зелень я хочу заморозить немного кабачков порезать их либо слайсами либо кубиками и зимой использовать например для омлетика ну и также можно заморозить перцы помидоры но это я уже заморозила поэтому слайдеры немножко опоздали да забыла сказать пакеты также можно использовать в путешествии в самолет например потому что все жидкости необходимо по правилам упаковывать в zip пакеты этого конечно никто особо не соблюдает но если не дай бог жидкости где-то прольются у вас в ручной клади то не очень-то приятно будет поэтому в zip пакетик упаковали какие-то свои бутылочки вы же помните что можно только по 100 миллилитров бутылочки с собой брать положили в ручную кладь в сумку там в рюкзак куда угодно в чемодан и уже будете убеждены в сохранности своих бутылочек баночек кремушков шампунек и тому подобных изделий очень удобно что на пакете можно ручкой или маркером написать дату допустим упаковывания продукта и конкретно что вы сюда заложили потому что в морозилке не всегда можно разобрать что конкретно в пакете находится еще приобрела набор вот таких вот зажимов для пакетов клипер мне очень нравятся не конкретно эта фирма а вообще вот такие вот зажимы я активно использую закрываю ими открытые упаковки с макаронами с крупами какими-то солью даже в общем они у меня в ходу они очень и очень плотно закрывают ничего не просыпается и его если вы не пересыпаете в емкости а я часто не пересыпаю крупу в емкости а просто закрываю то рекомендую присмотреться вот к таким штучкам вот так вот он выглядит в открытом виде закрываете пакетик защелкиваете и все ничего у вас не откроется и не просыпется чтобы открыть одной рукой не очень удобно в общем-то довольно легко открываются одной рукой не сподручно так вот . очень здесь вот плотно вода не знаю кстати жидкая ничего не пробовала закрывать а вот сухие продукты вообще не высыпаются не просыпаются отличные штучки ну вот ребят чтоб не быть голословной вот видите у меня здесь рец закрыт здесь соевое мясо закрыто и вот здесь вот не закрыто потому что как раз клиперов не хватало и я прикупила новые вот здесь вот вермишель у меня закрыта вот так за уголок ну а соль у меня закрыта вот такой вот тайской прищепкой потому что клипера тоже не было сейчас сделаю не прищепку хотя прищепка тоже в принципе ничего себе держит но клипер он надежнее вообще кто следит за нами вы же помните что а мы в таиланде купили вот такой вот набор прищепок там 10 или 12 штук они просто огромные но они у нас постоянно в ходу пока не было клиперов мы все время что-нибудь ими до закрывали по назначению мы практически их не используем а вот без назначения вполне себе используем вот полотенца допустим кухонная у меня тут пристегнута очень удобная штука друзья сегодня нам доставили матрас ортопедический заказывали мы его на зон доставляет вот в таком свернутом виде и заносят прямо короче не до двери доставка а прямо в квартиру заносят квартиру не знаю дальше пронесли бы или нет но я попросила оставить у порога срок ранения в рулоне сказали мне на заводе шесть месяцев не более шести месяцев дата упаковывания в рулон где-то там на шве но это мы потом спал чем когда будем распаковывать я вам все покажу а пока вы ждем еще кровать на доставке а ее доставят где-то через недельку друзья у нас началась установка дверей как вы видите откосы еще не установлены в общем сейчас отойду немножечко подальше покажу как это примерно выглядит то есть по цвету понятно дело бонечка это никак у нас не сочетается я не знаю как будет сочетаться до этого же у нас были двери вот такого же цвета и все идеально сочеталась с плинтусами со всеми но вот сейчас у нас будут вот такие светлые двери потому что я захотела светлые и нам надо будет там тоже видите в ванной демонтирована дверь арку скорее всего менять тоже на такой цвет и вот эту вот панель ну здесь проблема потому что это не просто панель а это стенка больше это да здесь вот все вот видите в кладовке это все на ней тут крепится то есть это надо демонтировать кладовку поэтому не знаю ребят если у вас есть какие-то идеи чтобы как-то вот это вот сделать единым пространством то черкните там в комментариях что можно такого придумать а то я даже что-то как-то и не знаю а здесь вот сиреневый цвет это у нас раньше коридор был такого сиреневого цвета а потом мы перекрасили в такой зелененький а сейчас я не знаю какой он будет но пока я об этом не думаю хотя надо было сначала покрасить коридор потом уже ставить двери это я конечно же все знаю ну вот пока так здесь вот тоже зале видите у нас тут полным ходом идет установка какая-то не все так просто называется в общем вот это вот дверь в ванну комнату стоит приготовленная уже к монтажу завтра должны вроде как закончить вот так это выглядит теперь в комнате но кстати плинтуса я думала они вообще не будут сочетаться придется менять на серые а так мне кажется и нормально но вот потом еще покажу когда все полностью сделают обязательно покажу в общем то двери мне нравятся сначала я вот говорила же что они темноватые ручки такие приятные но сейчас мне уже даже нравится что вот они такого цвета конечно посветлее все равно было наверно поинтереснее они у нас без как это называется без короче без вот этих вот замочков а вот этот единственный замочек это вот туалет в ванной который у нас совмещенный туалет с ванной здесь вот будет закрываться а вот эти вот двери мы решили можно поставить дополнительно но это плюс 1000 до сереж за каждую дверь замки вот эти дополнительно 500 рублей с каждой двери но мы решили друг от друга закрываться не будем до получил я уже за что случилось ну что друзья двери наши готовы бонечка вам а я считаю в принципе неплохо сочетается особенно вот с нашим этим серым холодильником здесь так вообще в тему но по поводу плинтусов мы пока ничего не решили так долго далеко не заглядываем в общем-то меня и эти не парят двери меня уже парили а вот эту вот конструкцию я тоже планирую избавиться и прикупить что-нибудь новенькое кстати у нас тут ужин назревает будем двери обмывать сейчас пока ничего не буду говорить потому что здесь у нас еще ничего не решено а вот здесь вот вот здесь вот у нас тоже будет новая кровать мы ее ждем вот они у нас наши двери здесь прямо красивенько красивенько смотрите как все сочетается палыч сегодня весь день психовал потому что столько грязи было столько это надо было все вывести потом еще вот эти вот надо будет кобеля спрятать кстати ручки я выбрал как вам ручки это он мне показал он сегодня злится на меня весь день потому что не побегал он заставил два дня уже и она заставляет меня убираться мыть полы и готовить в общем ребят сейчас расскажу о своих планах вот здесь планируется белая кровать что нибудь тоже тумбочки обязательно поменяем шкаф тоже хочу хотела купе но нам его что-то обсчитали в какие-то бешеные деньги поэтому скорее всего будет тоже какой-нибудь обычный белый и вот здесь хочу туалетный столик ну конечно же тоже беленький и в общем но от этого надо будет избавляться от пластика постепенно но не сразу не сразу потому что вещей у нас много и вот здесь вот у нас да вот это единственная проблемка которая теперь назрела это сочетание вот этой двери вот этой вот двери от шкафа купе и вот это и вот и вот этой вот арочки но в принципе вот отсюда двери не видно и они как бы нормально сочетаются я думаю что я даже наверное трогать не буду эту арку пусть она стоит тем более что у нас входная дверь вот такая менять мы ее пока не планируем как вы думаете ребята напишите там в комментариях такая же точно дверь и ванну а это финальные жареные пельмени потому что больше я палычу жарить их не дам нет сейчас поем и больше не буду в общем вот проведу вам такой ром-тур здесь закрывашка такая вот обычная двери дни и самого конечно суперского качества ну вот видите есть такая резиновая штучка очень мягко закрываются и открывается ну конечно не без всяких там доводчиков я не знаю там все по-модному сейчас обычные двери вот это моя стиралочка тут стирает если кому интересно по поводу стиральной машины могу сказать она у нас чуть больше года и мне в ней все устраивает стирает тихо все шикарно единственное она путает постельное белье очень часто вот если она с этими со всякими прорезями то приходится их либо завязывать либо там резинками как-то стягивать не знаю может хбшная кстати не путает а вот синтетику может и как-то не так закладываю не знаю и в планах нам надо будет поменять еще короче планов громадьё но сухим парам меня когда это все сделается неизвестно моя любимая хираси уточка зеркало кстати тоже надо менять вообще все надо менять в этом доме потому что этому всему уже сто пятьсот тысяч лет и надо что-нибудь новенькое а еще ребят видите у нас с проводами с интернетом и поскольку там дергали выдергивали в общем завтра придет мастер будет кидать нам новый провод вот этому проводу уже ну 20 лет сколько мы здесь живем и его ни разу не меняли возможно поэтому у нас сегодня интернет отвалился отвалился а вот что тут это прячет бутылку с вином от вас видите какой красивый туман над донисеем и над городом но я надеюсь что это туман а не дым от чего-нибудь или режим там какого-нибудь очередного черного неба неба а я еду на работу в общем я не знаю как это работает но у меня на работе такие же ручки как дома но и мебель в целом тоже белая на этом я свое видео хочу закончить продолжение обязательно будет следите за анонсами выхода подписывайтесь на наш телеграм-канал вступайте в группу во вконтакте конечно же у нас есть еще и дзен на любых площадках мы всегда рады вас видеть по традиции не забывайте ставить лайки писать хорошие позитивные комментарии но и конструктивные с критикой мы тоже приветствуем в общем мы вас любим всем пока пока пока